Здравствуйте! Вот на картинке изображен метеорный дождь. Вот есть три слова, которые надо различать. Метеор, метеорит и болид. Метеор – это то, что на этой картинке нарисовано. Метеорные потоки. Знаете, такие бывают потоки разные, так сказать, дракониды какие-нибудь еще там, ариониды из созвездия Ориона, прилетающие к нам поток метеоров. Орбита Земли пересекает орбиту кометы, давно разрушившейся. И в этой комете после разрушения осталось много-много мелких твердых частичек, фактически пылинок. Эти пылинки с огромной скоростью врезаются в атмосферу Земли и начинают нагреваться и светиться. Они все разрушаются там, в высоких слоях атмосферы, там, где, ну, я не знаю, десятки километров. Там, где есть уже воздух, но никто не летает особенно. Вот это вот оно. Метеорит – это то, что падает на Землю камень. Вот если камень оказался большим, да, он где-то там пролетел. Когда он падает и светится, это называется болид. Не всякий болид долетает до Земли, падает, да, он иногда в воздухе разрушается с треском, с гулом. Почему гул и треск – это потому, что при переходе звукового барьера, да, когда скорость метеорита становится меньше скорости звука, да. Вот тут вот происходит вот этот вот удар, да, вот этот вот удар. Равно как и в другую сторону, когда переход происходит с меньшей скоростью на скорость больше скорости звука, да, такой. Как будто выстрелили, выстрел такой. Вот это вот, ну, и после этого он замедляется хорошо, и плюх падает. И иногда просто падает на Землю без особых разрушений. Не обязательно он должен кратер обрезать, хотя есть и с кратером, да, есть вообще следы падения астероидов. Но у меня разговор не о них, а вот об этих самых метеорах, о метеорных дождях. А с какими скоростями может быть метеорит, который упадет на Землю? Но следует различать действительности метеоры и метеориты, которые пришли к нам из космоса, и с теми обломками космических аппаратов, которые на Землю падают. Верный признак того, что это не обломок, это то, что скорость его больше космической скорости. 11,2 км в секунду – это та скорость, которую должна развить ракета, чтобы покинуть сферу притяжения Земли, да. То есть, если к нам что-то упало, вот, скажем, ракета обратно падает, не улетев, да, у нее скорость будет меньше, чем 11,2. Если больше, чем 11,2, она уже улетела. Если тело к нам прилетело из космоса, то у нее скорость больше, чем 11,2, в любом случае. Нужно сказать, что орбитальная скорость Земли – 30 км в секунду. Если тело, которое летит где-то здесь, в районе Земли, космическое тело, имеет скорость больше 42 км в секунду, это не наше тело, не тело Солнечной системы. Оно откуда-то улетит за пределы Солнечной системы. Вот, обычно метеориты, которые тут встречаются с Землей, имеют скорость не больше 42 км в секунду. То есть, самая большая скорость падающего на Землю метеорита из Солнечной системы, астероиды, например, это когда мы лоб в лоб сталкивается Земля и этот самый метеорит. Значит, 30 плюс 42 – 72 км в секунду. Это максимальная скорость падения метеорита, встречи метеорита с Землей. Вот это максимальная скорость. Нужно сказать, что вот этой космической породы, скажем так, встречать с Землей очень много. В сутки, говорят, 150 тонн падает на Землю. Это огромная величина, кажется. 55 тысяч тонн в год, представляете, 55 тысяч тонн в год, тысяча железнодорожных вагонов. Это вот столько падает, настолько увеличивается количество грунта на Земле. Но на самом деле это очень небольшая величина. А за все время существования земного шара, если бы в таком темпе падали бы с неба на нас куски породы, то всего на одну двадцатимиллионную часть массы Земли бы это увеличилось. Другое дело, что в старые времена, когда Земля только формировалась, поток был, конечно, гораздо сильнее. Ну вот, я вам рассказал про метеоры, про их скорости. Вот мотайте себе на ус, оценивайте, прикидывайте. Желаю вам удачи, всех вам благ. Субтитры создавал DimaTorzok